Дорогие друзья, у нас очередной гость на нашем марафоне поэзии Наталья Рузанкина. Но она это не просто гость. Она всю землю, можно сказать, обошла ее проза, поэзия. Немножечко она расскажет о себе, чуть-чуть попозже, но сначала представим. Она член Союза писателей России, лауреат престижных конкурсов имени Снегирёва, конкурс имени Терентьева, тех людей, которые в мире поэзии очень и очень весомы, имеют вес значительный. Мы рады вас приветствовать на нашем марафоне. Что вы нам подарите сегодня? Стихотворение «Позднее солнце». Хорошо. Я позднее солнце в ресницах несу, и синь опадает на плечи. Я душу оставлю в осеннем лесу, в кипении лиственной речи. Я весь этот шелест, и шепот, и свист запомню предвечностью хмурой. Сентябрь, как рассеянный пианист, склонился над партитурой. Покуда я здесь, средь лучей ветвей, пью небо и слушаю клёны, безмолвно проходишь долиной теней. Ты так же, как в детстве влюбленный, в меня и мне школа припомнится вдруг. Урок и потёртая карта, и тихо выпархивающий из рук смешной самолётик на порту. Мою не осталось от нас, от детей, ни вздоха, ни смеха, ни слова. Чтоб весть мне прислать из долины теней, что любишь, пусти его снова. Бумажный, смешной, из того далека, из смерти, из самого ада, пусти его, бездна твоя глубока, но глубже любовь и утрата. Пусть в лес мой осенний, в его лазурит, и золото мне на колени. Летит самолётик бумажный, летит долиною смертной тени. Сильное, сильное стихотворение. Но перед стихотворением мы сделали маленькую интригу, что Наталья лауреат международный канадский конкурс был «Золотой гомер». Что это такое? Немножечко поподробнее. В 2016 году у меня мой друг, писатель Санди Саба, Александр Бажанов, списался с канадскими издателями, с человеком, который руководит канадским издательством. И сначала была издана в Канаде книга моего друга Александра Зевайкина. А в 2018 году Саша списался с ним насчёт издания моей книги. Мы послали по электронной почте две мои вещи. Это присутствие, такая достаточно жуткая вещь мистическая, и «Девочка и слово», тоже вещь мистического реализма. И через полгода они прислали посылку с несколькими экземплярами этой книги. А ещё через полгода мне объявили, что я стала лауреатом премии «Золотой гомер» и в области самого изысканного слога. Как они это сформулировали в письме электронном, что за самый изысканный стиль вам дали эту премию «Золотой гомер». Это, конечно, только номинальная премия. То есть люди, которые потом спрашивали у меня, сколько тебе денег прислали из Канады, я говорю, вы знаете, если полностью заморачиваться каждый раз на деньгах, то тогда нужно просто бросить всё творчество и не писать. Премия номинальная, но тем не менее мне очень приятно, что они её присудили всё-таки. Это приятно не только вам, но и нам, всем, кто находится в зале, и все, кто будет смотреть вас на нашем канале, YouTube-канале, поздравляем и новых вам творческих побед. Спасибо вам большое.